Нечеканные стартапы и перспективные бизнес-идеи. В Гомельском государственном университете имя Франциска Скарины сегодня начался тиждень предпринимательства. Пять джон студенты, выкладчики и эксперты будут отдельничать в тренингах, семинарах, конкурсах. Усе мероприемство накеровано на развитие бизнес-мыслення. На стартовой встрече побывала Марина Джалая. Можно ждать завершения учебы и только дипломовальным специалистам приступать до пошуку работы своей Мары. А можно формировать бизнес-мыслення на первом курсе, когда не ранее. Гомельский предприниматель Дмитрий Милованов каже, что залогом его по успеху в бизнесе стала мотивация. Это зараз он мощно стоит на ногах. А до открытия властной справы не хребывал выпадковыми заробками. Потом шмады годов был фрилансером. Не бояться действовать. И не бояться проигрыша, поражения того, что результат придет не сразу. А результаты однозначно не сразу приходят. То есть, как мне мой наставник говорил, что в любом деле нужно практически пять лет проработать, чтобы стать профессионалом, чтобы оно заработало. Такие же метанакированы будущий физик Иван Копейкин. Юнак только на другом курсе. А для того, чтобы учить интеллекту, бизнес-мысленню и добрым наставникам, уже ведая, как будет заработать гроши. Студент, другой год, удельничает в конкурсе «Мой стартап», который проводит бизнес-школа «Стартап ГДУ». Иван распрацовал угольнявый додаток до социальной сетки. За полгода подписчиками стали 5 тысяч человек, корыстальниками – около 15 тысяч. Это фантастичный выник. Да и планы на будущего юнака – вельми амбициозные. Я хочу зарабатывать на своих проектах, и это буду делать путем того, что буду продавать рекламу. И хотелось бы сделать аудиторию больше миллиона подписчиков. Это будет приносить солидные доходы. А также хочу развивать сеть таких подобных приложений. Таких проектов, что, я кажусь, выстрелили, за меньшим три годы работы бизнес-школы «Стартап ГДУ» – некальки. Ряд студентов уже сделали свои проекты, они их запустили и уже начали зарабатывать. В прошлом году два студента факультета физики, но они финалисты конкурса. Первый студент – это Иван Копейкин. Он запустил проект «Лидогенерация для бизнеса» через бот ВКонтакте. Так вот у него это получилось. Он порядка тысячи рублей заработал за два месяца. И второй студент – Александр Лесницкий. Он занимается производством металлоискателей. Тоже у него получилась эта бизнес-идея. Он тоже более тысячи рублей заработал. У нас были два финалисты, которые разделили главный приз. Это тысяча белорусских рублей, которые выделяют администрацию университета. Махчимость для демонстрации своих бизнес-идей у Апошнича стала больше. И те, кто марит об уластной справе, користаются любым шансом заявить об себе. Сейчас просто среда предоставляет гораздо больше возможностей. Наши студенты в прошлом году приняли участие и в конкурсе проектов бизнес-школы ИПМ, и молодежное предпринимательство. И принимали участие в различных образовательных программах, которые очень активно, например, предлагает наш Гомельский технологический парк и в других мероприятиях. Под час тренингов и семинаров спикеры, выкладчики и эксперты мотивуют задуматься о предпринимательской деятельности студентов всех факультетов, чтобы они провели свой студентский час с практичной корыстью. На следующем году будет весь день. Завтра для студентов проводят семинар «Как начать свой бизнес с нуля». В среду и четверг пройдут конкурс бизнес-проектов и несколько семинаров тренингов. В пятницу эксперты предлагают научиться складать резюме. Завершится мероприемство в этот день – финалом марафона бизнес-проектов «Мой стартап». Выникам дня предпринимательства должно стать заявление новых бизнес-идей у студентов. Мы хотим, благодаря таким мероприемствам, они смогут отримать не только дипломы, но и выполненность в своих силах. Марина Джала, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель».